В Кёльне обнародовали первые результаты расследования массовых нападений на женщин, совершенных в новогоднюю ночь. В нем упоминаются 17 подозреваемых, хотя очевидцы говорят о десятках случаев бесчинств со стороны мигрантов. Все попытки местных властей урегулировать ситуацию еще больше накалили обстановку. Особое раздражение вызвали слова бургомистра Кёльна. Сама женщина мэр призвала горожанок задуматься над своим поведением. Репортаж Ивана Благова. У меня в руках официальный пресс-релиз полиции Кёльна по итогам новогодней ночи. Вот, посмотрите, 2016 год, 1 января. Заголовок. Веселое настроение празднования прошли в целом спокойно. То есть получается, что полиция сознательно солгала гражданам. В этом пресс-релизе нет ни слова ни про нападение на женщин, ни про хаос на главном вокзале. А теперь сравните это с внутренним докладом полиции, который попал в СМИ. Пострадавших женщин было так много, что в какой-то момент стражи порядка не смогли даже принимать новые заявления о насилии. Вот что они вспоминают. Плотное кольцо людей мешало полицейским подобраться к завущим на помощь. Приводятся слова одного мужчины. Я сирийц, вы должны обращаться со мной любезно. Меня пригласила госпожа Меркель. Свидетелям угрожали, если они указывали на преступника. Люди на глазах у полиции разрывали разрешение на пребывание в стране, ухмылялись и говорили, вы ничего мне не сделаете, завтра я получу новое. Согласно рассказу очевидца, у полиции якобы не было даже специального транспорта для перевозки в отделение уже задержанных. В итоге буйных мигрантов просто отпускали. Полицейские были вынуждены отпускать преступников, которые потом стояли перед машинами и кричали «к черту полицию», плевали на лобовые стекла. Полицейские же не предпринимали никаких действий. Согласно тому же внутреннему отчету, полицейские были, цитата, «на грани разочарования». В Берлине тем временем звучат жесткие заявления. Кто бы ни совершил тяжкие преступления, вне зависимости от его статуса, будет экстрадирован из Германии. Но вот министр юстиции Хайко Масс взывает к толерантности. Дискредитировать беженцев недопустимо. Бургомистр Кёльна и вовсе предложила разработать кодекс поведения для женщин. Не гулять поодиночке, держаться от незнакомцев, цитата, «на расстоянии вытянутой руки». Буря недовольства, насмешки в интернете. Доходит до того, что люди публикуют фотографии эпохи Третьего рейха. Не такие ли вытянутые руки имела в виду Генриэта Рекер. Гасить пожар пришлось уже на федеральном уровне. Не женщины должны менять свое поведение в своей же стране. Что-то изменить должны те, кто нападает на женщин. Мы должны принять меры, чтобы предотвращать подобные преступления. Лишь сегодня полиция отчиталась о якобы 17 подозреваемых. Впрочем, никто не скрывает, шансы наказать хулиганов ничтожны. Вопросы остаются и к СМИ. Общественно-политические телеканалы Германии, экс-министр внутренних дел Ханс Петер Фридрих, назвал картелем молчания и обвинил в попытках спрятать под сукно последствия политики неконтролируемого приема беженцев. Редакция информации телеканала ЦДФ вынуждена извиняться. 4 января, когда вся страна уже обсуждала события в Кёльне, в главном выпуске новостей на втором канале немецкого телевидения скользкую тему решили не трогать. Это был просчет, что программа сегодня даже не сообщила об инцидентах. Редакция новостей решила отложить материал до дня заседания антикризисного штаба, чтобы выиграть время для дополнительных интервью. Это была очевидная ошибка. Как кто-то пошутил в комментариях в интернете, если бы упал самолет, вы бы тоже ждали дополнительных интервью. Насколько сильно события в Кёльне отразятся на рейтинге Ангелы Меркель? Будет ли она вынуждена пересмотреть свою миграционную политику? Вопросы пока без ответов. И вот сегодня стало известно, в эту субботу в Кёльне уже запланирована массовая акция антимигрантского движения «Пегида». Иван Благой, Дмитрий Волков, Ольга Ледовская, Григорий Емельянов. Первый канал. Германия.